Завод имени Лавочкина, спецодежда для персонала, Химкинская, наша стоматологическая больница на 8 марта, УВД на Гоголя, там мы стираем белье, которое используется в изоляторе. Эти и еще 400 других предприятий по всей области пользуются услугами Химкинской первой прачечной. Накануне организацию посетил управляющий делами администрации округа Сергей Малиновский. Ежедневно предприятие принимает около 100 тонн белья. В этом году компания выиграла грант на миллион рублей. Эти деньги частично компенсировали затраты на покупку новых стиральных машин, сушильного и гладильного оборудования. Увеличили свой объем порядка на 20% за счет данного производства, за счет приобретения двух стиральных машин, дополнительно профессиональных на 40 кг загрузки, одного сушильного барабана на 60 кг загрузки и дополнительного гладильного каландра, который тоже позволяет гладить порядка 80 кг белья в час. Что суммарно позволило, как я повторюсь, где-то на 20% расширить наши мощности. Впрочем, на этом руководство компании останавливаться не собирается и планирует в очередной раз претендовать на грант. Многие предприниматели говорят, что очень много бюрократических компрепонов, проблем, что получить эту субсидию нужно очень долго ходить, потом очень долго отчитываться у вас с этим как? Документация проста, собирается точно такие же приблизительно документы, как и на любой аукцион, коммерческий или государственный, на который мы выходим. Поэтому список документов несложный. Амкеты, которые нужно заполнять, тоже абсолютно прозрачные и простые. И сейчас вообще, в этом году, насколько я знаю, конкурс будет проходить через госуслуги, прозрачно. Желаем вам удачи в вашем начинании. Поэтому всего вам хорошего, вам и вашему предприятию. В свою очередь, город также будет всеми возможными способами поддерживать вас и ваше предприятие, и кроме вас и других предпринимателей, для того, чтобы обращайтесь, получайте субсидии, развивайте. Потому что вы платите налоги, это определенный доход для города, для бюджета. На эти деньги мы уже строим дороги, тротуары, по которым ходят люди, объекты инфраструктуры. Поэтому в добрый путь. Спасибо. Спасибо.